Доброе утро. Торник, недельная глава ТЦВ. Итак, каждый человек, вообще каждый, это целый мир. Каждый из нас обладает возможностью еще и не просто находиться в этом мире, а разрушать миры и строить миры. В зависимости от того, как мы ведем себя в жизни, мы можем быть или строителями, или разрушителями. Если мы хотим найти в себе силы проходить через испытания, которые есть в жизни, если мы ищем способы, как пройти, пролезти эту тяжесть, которая у каждого, наверное, в жизни бывает, преодолевать трудности, то мы должны работать над тем, как укрепить наши три главные позиции. Первое. Это наше отношение к Богу. Это номер один в жизни человека. Нам дар души, вот такая душа внутри нас, которая может разговаривать с Богом. Построение отношений с Богом есть одна из самых важных задач человека в этом мире. она позволяет нам вот взглянуть в себе то самое хорошее, что у нас у каждого есть. Бог обязательно вложил это в каждого человека. Но у кого-то это ближе, у кого-то дольше. Как мы работаем с Богом? Мы соединяемся через служение сердцем. Что такое служение сердцем? Написали мудрецы. Это молитва. Это молитва. Когда мы молимся, мы можем открыть небесные врата. Когда мы молимся, мы можем получить абсолютно все. Мы вызываем Богу в разные периоды нашей жизни. Когда в основном, к сожалению, плохо. Мы обращаемся к нему, когда надо нас исцелить, когда что-то очень важно. Мы делимся, должны точнее делиться с Богом своими заботами, которые у нас есть. Мы должны с ним разговаривать, как разговаривает любящий сын с любимым отцом. У кого это получится, считайте, что он в этом мире прошел громадную дорогу. Мы можем молиться на любом языке. Мы можем, главное, открывать свое сердце. То есть, если ты не открываешь тому, кто в сердце, сердце, то ты за забором. От нас зависит соединение с Богом через наше сердце и через нашу молитву. Второе, это должно отношение к самому себе. Это связь с самим собой. Вот что у нас внутри? Человек иногда поверхностно живет. Я врач, я художник, я бизнесмен, я там еще кто-то. Но это я только верхний. А что внутри? Какова миссия твоя в этом мире? Как ты можешь сегодня прожить жизнь лучше, чем раньше? Если ты об этом не думаешь, ну ты автомат, ты робот. Поэтому надо усиливать эту связь самого с собой. И, наконец, отношения с другими. Как бы здесь очень важно. Хессед, та доброта, которая вложена от человека, мы должны вкладывать в людей. Царь Давид написал, что мир построен на доброте. Всегда нам нужны хорошие друзья, семья какая-то. Одиночество это очень плохо. Мир не может выжить, если все будут только ненавидеть друг друга. Если только видеть только самое плохое. Семья распадаются, друзья расходятся, когда причиняют друг другу боль. Наши мудрецы учат наш секрет о сохранении отношений в жизни человека. Главное это любящая доброта. Иногда даже слепая. Мы совершаем ошибку, когда думаем, что если мы больше от кого-то получим, то это то, что надо. Что ты мне сделал, что ты мне купила, что ты для меня. Это не серьезный разговор. Только когда мы отдаем, мы копаем глубоко и ради себя находим любовь. Вот именно когда мы отдаем, как ни странно, не нравится, отдавай, не нравится, отдавай. Бывают ли промахи в этом пути? Почти никогда. Почти никогда. Потому что ты в первую очередь работаешь на себя. Даже давая другому, ты в первую очередь даешь себе. Многие вещи, иногда бывает расстроен очень. Я не могу хорошо. Думайте о том, какие счастливые моменты были, какие хорошие моменты. Короче, укрепив веру в Творца, укрепив веру в себя и улучшив отношения с людьми, мы резко улучшаем свою жизнь. Нам нужны две вещи. В общем-то радость, как мы уже говорили, укрепление позиций своих. И что еще? Вера в Творца. Вот вера, она побеждает все. Быстро расскажу короткую историю. В одном из религиозных районов в Израиле на первом этаже открылся мебельный магазин. И желая завречь покупателей, хозяева выставили на тротуар образцы продукции, кресла, тумбочки и даже одну большую кровать. Такая рекламная практика не понравилась жильцу с четвертого этажа. Он считал, что тротуар не для этого, шумят там. Он подал в Равинский суд. Равинский суд принял решение, выслушав доводы всех сторон, что он сказал, что магазин прав. Та часть тротуара, на которой стоят предметы интерьера, не предназначалась для прохожих. И вот тут возникает момент. Человек мог, будучи человеком боязненным, человек с четвертого этажа, беспрекословно принял судейское постановление. И на прощание глава Равинского суда улыбнулся и сказал, кто знает, может эта мебель пригодится тебе самому. Прошел месяц. Двухлетний мальчик, этого бывшего, проигравшего истца, игрался на балконе. И вдруг родители услышали крик. Мальчик взобрался на перила, нагнулся. И случилось ужасное. Он полетел вниз. Отец и мать в ужасе побежали бегом. Вот там их поджитал улыбающийся хозяин мебельного магазина, который держал на руках целого невредимого малыша. Выяснилось, что ребенок упал прямо на кровать, стоявший на тротуаре. Толстый матрас самортизировал. И все в порядке. Что это такое? Можно считать это случайным совпадением. Но можно считать иначе. Это результат веры в Творца. Это результат того, что человек идет по тому пути, который сказано сверху правильно. Если, например, судья вынес решение религиозное, это правильное решение. Но дело тут не в этом. Человек поверил в том, что у мира есть хозяин. И в результате получил такой результат. Нам надо тоже поверить, что у мира есть хозяин. Что наши судьбы в его руках. Ему надо улыбаться, с ним надо разговаривать. И обязательно верить в то, что все, что он не делает, к лучшему. Браха вецлаха.